Друзья, всем привет! Вы на канале Imagine Fitness и с вами Котельникова Дарья, мастер спорта России по художественной гимнастике. Да, это долгожданное видео, вы не видели нас два года, мы очень соскучились. Я знаю, как вы часто делали тренировки со мной, вы отмечали меня в сторис, вы делали это всей семьей, вы даже подходили ко мне на улице, узнавали. Это очень приятно. И сегодня мы сделаем тренировку на красивую гибкую спину, чтобы у нас была красивая осанка и правильное положение тела. Ну что, приступим? Друзья, давайте начнем нашу тренировку для красивой и здоровой спины. Начнем ее со стоп. Почему мы начинаем со стоп? Потому что от формирования стопы у нас зависит правильное положение колена, тазобедренного сустава и самого позвоночника в целом. Если где-то есть какое-то нарушение, то это влияет на всю систему организма. Так что начнем со стоп. Если вам больно сидеть на коленях, вы можете это делать стоя. Я буду это делать сидя. Мы ставим одну ножку под себя, пальцы ног, обратите внимание, смотрят назад. И хватаем мы за пяточку и растягиваем подъемы пальцы ног. Потому что в обычном положении мы никогда не делаем пальцы назад. Мы привыкли ставить стопу ровно и даже у кого-то она наоборот загибается вперед от неудобной обуви. Поэтому мы растягиваем ее в другую сторону. Это не очень приятное ощущение, оно такое странное, но оно нужно вам. Хорошо. Так, кому больно сидеть на коленках, вы просто делаете в положении стоя на коленках. Молодцы. Давайте то же самое с другой ноги. Я повернусь бочком, чтобы вам было видно. Вот. Ставим на пальчики. Старайтесь вперед так не ставить, не выводить. Около себя. Пальцы ног смотрят назад. Хватаем за пяточку и растягиваем подъем и пальцы ног. Да, чувствуете такое странное ощущение? Но оно нам нужно. 5, 6, 7. Молодцы. 8. Хорошо. И сейчас мы будем делать упражнение на подвижность голеностопного сустава. Плечики мы раскрыли. Осанка у нас королевская, чемпионская, красивая, да? Ручки помогают вам держать спинку ровно. Мы же как раз формируем осанку. Постарайтесь, чтобы тело было отдельно, а ноги отдельно, да? То есть держим на протяжении всего комплекса на стопы спинку ровно. Можно без рук, если хотите. Лучше сделать руками. Вот. Чтобы чуть-чуть себе помочь. Шейка вытянутая, да? Шейка не только спереди вытянутая, видите? А сзади, да? То есть шея длинная, красивая, как будто кто-то вас вот тянет. Да, за голову. Да, носочки тянутся вперед и сильно сейчас стопы на себя. Да, чувствуете, что растягиваются у вас мышцы ног, ахилл и стопы, как будто пальцы ног смотрят прямо в глаза. Сильно вверх и до пола вниз. То есть мы напрягаем нижнюю часть ног. Поехали. Вверх и вниз. И вверх и вниз. Молодцы. Спинка ровная. 5, 6, 7. То же самое по очереди. 1, 2. Да, профилактика плоскостопия. 3, 4 и 5, 6, 7. Стопы на себя. Представьте, что вы обезьянки и вам нужно схватить банан. То есть мы с пальчики сжимаем. Раз. Только пальцы, да. Не стопу всю, а только пальцы. И обратно 2. Поехали. 1, 2. То есть мы напрягаем свод стопы. 3. Как раз тот самый свод, да, который амортизирует наше тело в пространстве. Угу. При ходьбе, при беге. И 7, и 8. Да. И сейчас волна вперед. Координируем. Вперед отстают пальчики, обратно скрючены. Как будто вы что-то взяли на полу. 1, и 2, и 1. Надеюсь, у вас получается. Молодцы. 2. Координируем. Я чуть-чуть помедленнее буду. 1, и 2, и 1. Молодцы. 2. По кругу, мизинцами к половым выворотно делаем. 1, и 2. Широко, сильно на себя в сторону. И в другую. Спинка ровная. Держим. 1, молодцы. 2. Королевская осанка. Красивая. 3. Хорошо. 4. Да. И сейчас будем делать упражнение на укрепление свода стопы. Ножки вместе перед собой. Приподняли таз. Да, можно на ладони целиком. И как будто мы, червячки, ползем. То есть мы скрючиваем пальчики и продвигаемся вперед. Угу. 7, 8. Готовы еще раз к себе как можно ближе. И напрягаем свод стопы. Да. Ира. Продвигаемся вперед, как будто мы червячочки. Молодцы. Еще разочек готовы. Угу. И раз. 2, 3. Хорошо. 4. Отлично. Хорошо. Сейчас мы растянем заднюю поверхность бедра. Почему? Потому что чаще всего у людей, у которых не очень хорошая осанка, да, которая так немного горбатится, у них слабые мышцы ягодиц. И вся нагрузка идет у нас на заднюю поверхность бедра. Поэтому мы сейчас ее растянем, мы еще укрепим мышцы спины и ягодиц, да, чтобы у нас сформировалась красивая осанка, да. И потому что у нас блокируются мышцы, нам нужно их растянуть. То есть мы вытягиваем ножки вперед, ручки вперед. И сделаем несколько наклончиков вперед. Старайтесь ножки держать прямо. С каждым разом все дальше и дальше тянемся, как я называю, к мечте. Представьте, что перед вами какой-то подарок, который желанный, который вы хотите. Это может быть сумочка, это может быть квартира, машина. В общем, вам нужно ее схватить. Так что приготовились все вместе. Три, два, один, поехали. Наклон вперед, да, тянемся к подарку. Раз, и два. Молодцы. Три, вот, четыре. Еще, еще. Каждым разом все дальше и дальше. Пять. Видите, я замах делаю. Шесть, да, не просто на месте, да, а замах. С каждым разом все дальше и дальше. Семь и восемь, и девять, и десять. Чуть-чуть упростим ножки в росте, только не шире коврика. Ну, или чуть-чуть шире плеч, да, то есть не широко, чтобы у нас растяжка была на заднюю поверхность бедра. Спинку старайтесь вытянуть, да, не на копчике сидим, да, а на седалищных кольсях. Можно прям физически вытащить попу назад. Три, два, один, поехали. Тянемся к мечте, к желаниям, притягиваем. Это к себе. Семь, это может быть сумочка, это может быть телефоновый, это может быть какое-то кольцо, это может быть путешествие мечты. Желанные мужчины или женщины. В общем, все, что вы хотите, вы притягиваете в свою жизнь. Мы же сами создаем свою реальность, так что поехали. Семь, восемь, девять. И замерли. Сейчас стопы на себя под коленками потянет, вы потерпите. Стопы на себя. Держим, держим. Два, три. Молодцы. Четыре, пять, шесть. И легкая пружинка вниз. И раз, и два. Только не головой, да, а телом. Три, молодцы. Четыре. Чувствуете, как растягивается вся задняя поверхность бедра. Пять, шесть, семь. Молодцы. Восемь. Немножко встряхнули ножки. Хорошо. Мы растянули, да, заднюю поверхность бедра. И сейчас мы будем делать упражнение на подвижность позвоночного столба. Важно делать движения во всех сегментах, во всех плоскостях, да. То есть не только вперед-назад, как мы привыкли это делать, да. Еще вправо-лево и разные скручивания. Так что начнем сначала вправо-влево. Мы садимся на коленочки. И будем делать наклончик вперед. Кому больно сидеть на коленочках, можете сделать ножки вот так по-турецки. Окей? Мы сделаем ножки под себя. Спинка ровненькая. И тянемся в одну сторону, да. То есть растягиваем бочок и увеличиваем подвижность позвоночного столба. Два. У нас ребра крепятся к грудному отделу позвоночника. И если грудная клетка зажата, а между ребрами тоже есть мышцы, да, то у нас этот сегмент неподвижный. Оттуда и боли, да. И где-то у нас пережимаются мышцы. Туда не поступает кислород. И мы сейчас как бы растягиваем все тело, насыщаем его кислородом и выводим все ненужное из организма. Семь. Да, рука только, да, не отстает. Рука к уху. Восемь. И девять. Молодцы. Десять. Хорошо. Молодцы. Мы сделали вправо-влево. Теперь назад делаем прогибчики. Сначала мы сделаем упражнение кошечка. Всеми известные. Ножки в рост, ручки в упор. И делаем прогиб. Здесь мы прогибаемся, как будто добрые кошечки. Смотрим на солнышко. Таз вверх, да. То есть мы не только с позвоночником, но и таз. Таз назад. И таз в себя. Пресс тоже напрягается. Приготовили все вместе. И раз, два, три, четыре. В другую сторону. Пять, шесть, семь. Еще. И добрые кошечки. Раз, два. Прогиб хороший. Три, четыре. В другую сторону. Пять, шесть, семь. Еще. И раз, два, три, четыре. В другую сторону. Пять, шесть. Молодцы. Подтягушечки. Видели когда-нибудь, как кошечка делает таз на месте? Оставляем ручки вперед. И растягиваем грудной отдел позвоночника. И руки, руки. Два, три, четыре, пять, шесть, семь. Чуть-чуть приподнялись на бочок. На бочок. Одну ручку в упор. И на бочок растягиваем. Два, три. Только старайтесь таз назад не ухвободить. Таз вверх, чтобы у нас натяжение было. Семь, восемь. Девять поменяли ручку. Поехали. Все успевают, я надеюсь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Хорошо. Восемь. Отлично. Мы легли на живот. Ручки согнули у груди. И будем выпрямлять руки, прогибаться назад. Стремитесь, чтобы плечи смотрели назад. Можно это делать с головой. Если у вас есть какие-то дискомфортные ощущения в шейном отделе позвоночника, можете делать без головы. То есть, как бы тянуться просто макушкой вверх. Выпрямляем руки, прогибаемся назад. Поехали. Раз, два, три, четыре. Обратно пять, шесть. И еще. И раз, два, три, четыре. Обратно пять, шесть. Еще два раз. И раз, два, три, четыре. Обратно пять, шесть, семь. Еще взгляд в потолок. Либо туда-назад. Два, три, четыре. Обратно пять, шесть, семь. Молодцы. Сейчас мы будем делать упражнение. Я это называю скорпиончик. То есть, ручки в стороны. И мы хотим как бы ужалить ножкой. Только, смотрите, ножка у нас делается не низко, да, а напрягает ягодицы. И тянемся к противоположной руке. Раз. И меняем. Два. Задание понятно. Может хрустнуть спина. Это тоже очень хорошо. Три, два, один. И поехали. Смотрите, чтобы только не было какого-то неприятного ощущения, дискомфорт. Это должно быть приятно. Да. Ножка не низкая, да, а высоко. Еще. Четыре. Старайтесь не задерживать. Коснулись. И обратно. Пять. И шесть. И семь. И восемь. Ху-ху. Молодцы. Берем за правую ножку, за левую корзинка. Да, мы сейчас будем приподнимать тело и бедра от пола. Напрягайте ягодицы, чтобы не только тело поднималось, но еще и бедра. Приготовились. Три, два, один. Let's go. Раз, два, три, четыре. Обратно. Пять. Шесть. И еще. Раз, два, три, четыре. Обратно. Пять. Шесть. И последний раз. Восемь счетов. Раз, два. Держитесь. Три. Не напрягайте лицо спокойно. Пять. Шесть. Семь. Молодцы. Восемь. Скруглим спинку. И носик спрячем в коленочке. Представьте, что вы ежик. И у вас такие иголочки сзади. То есть мы скруглили спинку. Я делаю руки под живот, чтобы еще круглее была спина. Вот. Носик спрятали. Круглая спинка. Отдыхаем. Растягиваем мышцы, ягоды. Все, что у нас сейчас напрягалось. Шея и спины. Семь. Восемь. Девять. Хорошо. Десять. Да. И сейчас при сидячем образе жизни мы будем... У нас, да, то есть вот такой угол. И здесь мышцы тоже зажаты. Поэтому будем сейчас отводить ногу назад, чтобы растягивать подвздошно-поясничные мышцы. Потому что она тоже влияет у нас даже на правильное положение органов в теле. Потому что она идет вот как раз таки из спины до тазовой кости. Приготовились. И сейчас мы сделаем как бы выпад. Вставим на коленочку. Одну ножку. 90 градусов. Ручки на таз. И как бы смотрите, таз у нас не назад направляется, а вперед. То есть мы давим это вперед. Раз. И два. Да, чувствуйте растяжение. Раз. И два. Если больно коленке, можете подложить что-то под коленку. Раз. И два. И раз. И замерли, да? Таз вперед. Чувствуйте, как растягивается ножка. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Ручку поставили вниз. Угу. Сгибаем ножку и растягиваем переднюю поверхность бедра. Поехали. Тоже таз наклоняем вперед и растягиваем всю переднюю поверхность бедра. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Молодцы. Семь. Восемь. Девять. Хорошо. С другой ноги. Угу. Готовы. Поменяем. Мы встаем на колено. Если больно, еще раз повторяю, под коленку подложите что-то мягкое, чтобы синяков у вас не осталось. Да. И поехали. Таз направляем вперед. С другой ноги так же. Вперед. И назад. Да. Не отклячиваем попы. Наоборот. Вперед. И назад. И вперед. Ручками помогайте, да, себе давить. Вперед. Назад. И замерли. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Ой, классно. Семь. Восемь. Ручку поставили вперед для баланса. Сгибаем ножку. Пяточку тянем к ягодице. Таз направляем вперед. Вы можете регулировать. Больно, не больно, да? Вот так вот. Ниже больно, выше не больно. Пять. Четыре. Три. Два. Один. Хорошо. Ху-ху, молодцы. Сейчас мы будем делать упражнение звездочкой, вот так называют. И будет у нас скручивание в грудном отделе позвоночника. Мы ложимся на спинку. Ножки врозь. И представьте, что вы звездочка. Да, и сейчас противоположной ручкой будем касаться с правой стороны и с левой. Да, сейчас покажу. И потом все вместе, да? То есть мы приподнимаем таз и тело, точнее, да, плечи. Касаемся и обратно уходим. Может даже хрустнуть грудной отдел позвоночника, ничего страшного. Вот, в одну сторону и в другую. У нас еще напрягаются так мышцы пресса и косые мышцы живота. Приготовили себя вместе. Три, два, один, поехали. Раз, и два, и раз. Очень классно. И два, да? Лопатку отрывать. И раз, и два. Угу. И раз, и два. Молодцы. Сейчас ручки за голову тоже сделаем скручиванием. Уже в поясничном отделе позвоночника. Это очень кайфовое упражнение. Локти в сторону. Носочки еле касаются пола, да? Вот. Ножки вместе. И скручивание в одну сторону, в другую. Локти на полу. То есть мы перекатываемся в одну сторону, в другую. Поехали. Очень классно. Вы сейчас кайфанете. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Девять. Хорошо. Десять. Одну ножку схватили. А, сейчас будем делать в динамике. Я вам покажу один раз. То есть мы хватаем за колено. Лубом хотим коснуться до колена. Раз. Поменяли ручки. Опустили. Другой. Раз. И коснулись. Угу. Опустили. Приготовили себя вместе, да? Напрягаем мышцы живота. Потому что чаще всего, когда у нас такой гиперлордоз, у нас вываливается живот, а он нам не нужен. И здесь мы можем даже руками чуть-чуть подтягиваться к колену. И такое делать скручивание в позвоночнике. Давайте все вместе. Три. Два. Один. Угу. Хватаем за ножку. И лбом касаемся колено. Раз. Поменяли. И с другой. Хватаем, касаемся лбом колено. Молодцы. Еще. Очень классно. И. Угу. И еще. Четыре. Угу. И еще. Пять. И последний разочек. Шесть. Молодцы. Да. Одну ножку мы сгибаем. И сейчас немножко укрепим мышцы брюшного пресса. И мы здесь просто сгибаем к себе ножку и вытягиваем обратно стопа на себя. Раз. Да. Просто в таком небольшом напряжении будет животик. Угу. Семь. И восемь. И здесь еще укрепляется мышца ног. Девять. И десять. Подержим. И такие небольшие покачивания. Раз. Два. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Хорошо. Поменяем. То же самое с другой. Да. К себе. И от себя. Поехали. К себе. И от себя. Еще. К себе. От себя. Угу. И держим легкие покачивания. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Девять. Молодцы. Десять. Да. И сейчас предлагаю укрепить мышцы спины и ягоди для формирования красивой осанки. Мы ложимся на живот. Угу. Будем делать упражнение лодочка. Давайте все вместе уляжемся. Угу. Приготовились. Сейчас на каждый счет поднимаем руки и ноги от пола. Напрягайте. Я, видите, мышцы спины. Голова смотрит вниз. Угу. Давайте под мой счет. Смотрите не на камеру, да, а делайте упражнение. Слушайте мой голос. Приготовились. На каждый счет поднимаем руки и ноги одновременно. Три. Два. Один. Поехали. Вверх и вниз. Вверх и вниз. Голова вниз. Раз. И два. Три. Не бросайте руки, ноги. Четыре. Пять. Шесть. Семь. И держим. Раз. Два. Три. Четыре. Отдыхаем. Пять. Шесть. И еще. Раз. Два. Три. Четыре. Обратно. Пять. Шесть. И еще. Раз. Два. Три. Четыре. Обратно. Пять. Шесть. И держим ножки, ручки. Раз. Ножки побежали. Два. Динамики. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Ручки побежали. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Уже начинают сжечь спинку. Семь. Восемь. Девять. Отдыхаем. Десять. Давайте растянем мышцы спины. Да. Схватились. За. Под бедра. И позвоночник давим к коврику. То есть назад. Раз. Угу. Два. Да. И между лопаток, да, растягиваем. Три. Позвоночника. Мышцы. Четыре. Как будто хотим лечь, да? Но мы держимся за ножки. Не даем. Пять. Шесть. Семь. Молодцы. Восемь. И предлагаю укрепить мышцы ягодиц. Это будет немножко странное упражнение, но оно очень классно. Прям прокачивает мышцы ягодиц. Угу. Мы будем сейчас делать из исходного положения упор на колени. Будем делать отведение ноги в сторону, да? Представьте, что вы как собачка, которая писает. Это самое похожее определение. Но главное вы просто отводите колено точно в сторону. Приготовились вместе со мной. Угу. Все готовы? Три. Два. Один. Поехали. И раз. Точно в сторону. Два. Девяносто градусов. Три. И четыре. И пять. И шесть. И семь. И держим. Чисто держим. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Выпрямляем ножку. Раз. Точно в сторону. Два. И три. Уже начинает потихоньку жечь ягодицы. Четыре. И пять. Тело держите ровно. Шесть. Руки прямые. Семь. И держим. Раз. Два. Держите точно в сторону. Три. Четыре. Не опускайте. Пять. Шесть. Семь. Хух. Опустили. Восемь. Немножко растянем ягодицы с одной и с другой стороны. Ну, я чувствую, что вы уже почувствовали немножко мышцы ягодиц. С другой ноги будет посложнее, потому что у нас включалась и одна сторона, и другая. Давайте с другой. Я вот так вот встану ровненько, чтобы вы меня видели. Приготовили себя вместе. Три. Два. Один. Let's go. И раз. И два. Да? С другой ноги. Три. И четыре. Только нога. Пять. И шесть. И семь. И держим. Раз. Два. Три. Четыре. Держите. Пять. Уже начинает ощущение усиливаться. Шесть. Семь. Выпрямляем ножку. Раз. Точно в сторону. Два. Не назад. Точно в сторону. Три. Как будто пендель кому-то даете. Четыре. И пять. И шесть. И семь. И держим. Потерпите. Раз. Два. Три. Точно в сторону. Четыре. Колено прямое. Пять. Шесть. Семь. У-ху. Восемь. Молодцы. Сейчас растянем мышцы ягодиц. Как раз будет кайфово. Ложимся на спинку. Нога на ногу. Отводим колено в сторону. Хватаем под бедро. И легкие покачивания вправо-влево. У-ху. Очень приятное упражнение. И как раз, да, вы немножко напрягли ягодицы. И как раз вы чувствуете, как они растягиваются. Семь. Восемь. Поменяйте ножки. Ага. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Молодцы. Десять. У-ху. Друзья, наша шикарная тренировка на красивую осанку и здоровую спину подошла к концу. Я уже чувствую, что вы ощущаете эту энергию, ваше плавное красивое тело. Это здорово. Периодически делайте этот комплекс, да, для формирования красивой осанки. Все ссылки на наши продукты, даже на этот шикарный костюм, будут ниже в описании. Ставьте, пожалуйста, лайки, подписывайтесь на канал, отмечайте нас в сториз. Мне всегда это очень приятно. До новых встреч. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok